В 14 марта 2016 года при производстве проведения работ на коммунальном мосту было обрушено первое пролетное строение моста. По факту данного урушения 10 апреля 2017 года в отношении меня, Следственным комитетом по Минусинскому району, Следственного комитета России Красноярского края было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 и частью 2, статьи 293. То есть на сегодняшний день я нахожусь в статусе подозреваемого. Но мне стало известно, что следователь 1-го следственного отдела 2-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю собирается вынести мне обвинение, то есть поменять мой статус на обвиняемого. На основании чего это все осуществляется, мне непонятно и неизвестно. Так как в данном преступлении моя вина полностью отсутствует. На время проведения ремонтных работ я являлся рядовым исполнителем со стороны заказчика. И никаких решений в вопросах организационно-технических по ремонту моста не принимал. Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования монтажа ответственных конструкций и акты о приемке выполненных работ я не подписывал. Тем самым я выражал свое, как сказать... Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования монтажа ответственных конструкций и акты о приемке выполненных работ я не подписывал. Тем самым я не разрешал выполнять дальнейшее выполнение работ на Москву. Также я по распоряжению директора муниципального официального учреждения управления капитального строительства Плюс подготавливал множество писем в адрес проектной организации, в адрес многих других инстанций с требованием внести соответствующие изменения в проектную документацию и провести повторную экспертизу государственную. Но на мои, так сказать, запретные и сигнализирующие действия не поступало никакой реакции со стороны руководства, со стороны администрации и других чиновников. Как в основном эти вопросы были? Да. Я же всеми силами, которыми мог, так сказать, пытался предотвратить это все происшествие и то есть не нашел нигде никакой поддержки и то есть случилось то, что случилось на следующий день. Помимо этого, неоднократно по моему запросу в следственные органы мне были предоставлены заключения экспертов. И в одном из таких заключений говорится о следующем. Технический надзор заказчика должны осуществлять специалисты, имеющие опыт работы в области мостостроения и соответствующие образования. Для такой работы заказчику необходимо либо принять свой штат специалиста, либо заключить договор со специализированной организацией, у которой есть допуск наведения работ по строительному контролю при строительстве мостов. Так как я не имел ни необходимого опыта мостостроения, ни специального образования, на основании этого экспертного заключения мой защитник неоднократно заявлял ходатайство в адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю о проверке возможностей проведения технического надзора со стороны заказчика, то есть МКУ УКС Плюс, на что неоднократно следователями выносились постановления об отказе от удовлетворения ходатайства. То есть на основании этого, в моем понимании, следственные органы целенаправленно ведут следственные действия в каких-то чьих-то интересах. с целью сделать меня крайним без каких-либо оснований. то есть в итоге больше года не могу найти работу, лишь он взлез, фактически потерял здоровье. В данный момент нахожусь в стационаре на лечении, из которого меня пытаются прямиком упечь на скроме подсудимых. Прошу. Прошу на мое обращение обратить внимание честных, добросовестных руководителей и сотрудников силовых ведомств. С целью привлечения к ответственности действительно виновных лиц в данном преступлении, предусмотренного частью 1.1 и частью 2 ст. 293 УК РФ. У вас диагноз такой? Диагноз на свой решение установлен. Прошу обследование. По-русски спросим, что болит? Болит желудок либо кишечник. На момент того самого трагического инцидента. Какой должности? Я находился в том же самом режиме. То есть в тот момент, когда вас, скажем так, не назначили на отсюда, не боялись ответственности. Вы тогда уже понимали, что назначение это происходит незаконно? Нет, я не понимал. И отказаться вы не могли? То есть я не мог отказаться, потому что я находился в служебной зависимости от определенных лиц, которые назначали. Вы в своем обращении просите призвать ответственность с тем, кто реагирует правило произошедшее факт. Да. Но, тем не менее, не называйте ни одной фамилией. Ну, это прерогатива следственных органов. Тем не менее, у вас есть какие-то предположения? Вы же писали все исправки, письма, жалобы, обращения. Немного факта. То есть действительно какие-то были подтверждения? Ну, предположения только те, я считаю, что должны быть привлечены к ответственности те люди, которые непосредственно принимали решения в организационно-технических вопросах, в разрешении проведения работ и так далее. А кто это был? Это были непосредственно мои руководители, которым я подчинялся. Можно? Конечно. Смотрите, вот на суде судебные разбирательства сейчас идут над Александром Моисеевым. Это подрядчик, который выполнял работу. Да, верно. И следственные органы буквально сказали, что вас, как основного свидетеля, отказались пригласить в суд, по причине, что вас ни следствие, ни прокуратура, ни приставы не смогли найти. Вы скрывались или они вас даже не искали, получается? Нет, я нигде не скрывался, все время проживал в городе, то есть даже не выезжая за пределы и не знаю, как работают следственные органы. И еще прокуратура и следственные органы постоянно в судебном разбирательстве ссылаются на книгу расчетов, так называемую, которую вы предоставили следствию 31 марта, получается, когда вы увольнялись, да? А как она все-таки попала к вам? Потому что, как они говорят, ни заказчик, ни подрядчик, никто не знал, что она существует вообще. Ну, если честно, затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что нужно поднимать документы сопроводительные, как оно это все предоставлялось, и, да, возможно, будет дать ответ на этот вопрос. Спасибо.